Итак, всем привет, с вами Дабгай, и санитар разрешили мне снять еще одну серию, поэтому мы продолжаем играть за Герингию. Мы в прошлой серии начали войну за освобождение Африки, очень неплохо мы уже повоевали, по потерям я вот буквально посмотрел, мы очень хорошо воеваем, я бы сказал 30 тысяч на, ну, я бы сказал где-то от нас 150-170 тысяч, очень-очень успешно. Более того, мы даже сделали танки, наши танки Герингские, и будем потихоньку выдавать дивизию, у нас они пока что только в кавалерии, смешные здесь очень дивизии, будем мы из них делать, наверное, моторки, наверное, прямо сейчас этим и займусь. Думаю, нечто подобное мы сделаем, буквально один легкий танк, просто чтобы там была броня, я даже думал в разведку его засунуть, но в разведку у него меньше статов, да, меньше легких танков здесь нужно, но от этого они вполне себе могут и теряться быстрее, потому что чем меньше здесь единиц, тем больше шанс того, что они потеряются из-за надежности. Да, в этой игре так смешно все работает, поэтому создаем такую вот моторизованную дивизию, наши моторки, я думаю, мы поменяем как раз-таки на вот эти, и что у нас будет здесь по всему? Фу, у нас, кстати говоря, тоже есть, захваченная в основном, кавалерия, я думаю, тоже сменю на в группе 2, поехали. Что ж, продолжается наше объединение Африки обратно под руководством, конечно же, Германа Геринга, поехали. Здесь мы успешно вот эту дивизию добиваем, очень смешно, что мы на нее напали двумя разными боями, и из-за этого у нее дебаф 50% в обоих этих боях, что очень для них больно. Мы сейчас подождем, пока у нас эта дивизия пополнится, и потом мы тоже перейдем в атаку, пока что надо зачелиться с этими дивизиями, я думаю. И империя японская объявляет войну в Стазии, германский. Тут вовсю параллельно начинается война у германской империи, как раз с интернационалом, ну и вот теперь еще и с японской империей. Но, конечно, ни в какое сравнение не идет с нашей, у нас-то реально очень важная война, Герман Геринг должен победить. А вот нам и ивентик выдали про это, но это не так сильно интересно, опять-таки. Так, еще один ивентик у нас, возможно, все-таки человек. Ясно, ломка, короче, происходит у геринга. А мы тем временем смогли добить эти дивизии, и сейчас будем здесь тоже как минимум держать фронт, а как максимум может где-то еще и атакуем, но, скорее всего, мы так вот будем здесь. Нам очень не хватает машин, нам не хватает допки, нам очень не хватает пехотки. В общем-то, много еще не хватает, но потихоньку-потихоньку мы встаем с колен. И нам Йоу-Ар объявил войну. Ну и тупые, у них прохода нету. Ждите, так сказать, лучшего дня. Вот сейчас мы, я думаю, достроим еще один завод. Мы строим, кстати говоря, их так, ну, я бы сказал, с солидной скоростью. У нас военная экономика все-таки, да. У нас 15 фабрик работы, у нас все 11 ТНП. И вот теперь уже пора, я думаю, купить резину. По той простой причине, что, ну, уже два военные завода без резины оставлять как-то грустно. Западно-африканская война. Что? Либерия воюет с Антантой теперь, что ли? Что? Нет, а, нет, локальная. Окей. Ладно. Возможно, у Либерии здесь есть еще... Да, у Либерии здесь еще есть фокусы. Невероятный геймплей, наверное, за эту страну. Так, мы сделали путешествие по бождествам. Можно взять вот эту, но это не сильно интересно. Вот давайте сюда. Плюс популярность, плюс 100 политки нам и то, и то нужно. Чтобы вы понимали, у них просто ноль. Здесь фабрики, ноль военных заводов. Здесь ноль фабрики, один военный завод. Против них воюем, да. И против них, ну, у нас есть проблема, потому что им дивизии много дали. Но как проблемы? В целом-то у нас все позитивно. Просто надо дождаться, пока у нас армия вся пополнится, чтобы нормальное наступление сделать. И Уганда капнула. Геринги Бизнес точно другой. Круп. Там приходило, ага, ясно. Почему она капнула, непонятно. Но капнула и капнула, а что бухтеть-то, верно? Теперь они сами того не ожидая оказались в тузовой ситуации. Поздравляю, может там какой-нибудь Варсаппорт упал, хотя мы вроде не контролируем. Не знаю, что случилось с Угандой. Ну ладно. И Мозамбик тоже капнул нам. Так, а Мозамбик это... А, ну не нам он капнул, он просто капнул. Ну у нас как будто... О, хватит на что-то, да? А на второй кусочек ну-ка? Да, и на второй кусочек хватит. А кто еще с ними воевал? Не Ассалент и Мал-Мал. Но, кстати говоря, теперь нехитрым образом появляется граница с Южной Африканской Республикой, у которой есть промышленность. Но не такая большая армия. Она надо срочно здесь закончить, я полагаю. Да, надо пробиться вот сюда, в Аджир. Блин, ну это может быть тяжко, но будем сейчас пробовать, где получится пробиваться. Вообще вроде очень-очень хорошо наши дивизии работают, а наши моторизованные дивизии с щитком так как работают, кайф. Ладно, тогда сейчас, так сказать, блицкринжем прорвемся вот так. Это сюда, это туда. Попробуем просто капнуть по очкам. Причем если мы не будем лишние дивизии убивать, то мы еще и снаряжение их получим. Так, прошли годы с тех пор, как отказался от Морфия. О, телосложение значительно поправилось. 100 килограмм, он был весьма атлетичен. Ага, 100 килограмм весьма атлетичен. Я тоже своего рода атлет, так получается. Короче, физическое мастерство, господи. Короче говоря, Герлинг победил в матче. Жесткий, жесткий. 16 лет... 16 лет бокса победил Герлинг. Жесткий, жесткий. Так, нас пытаются здесь остановить, но не должны, не должны. Да, мы переходим сами в контратаку. Здесь. И я думаю, мы сейчас капнем их. Ага, не поняли, что они ловушки. Но, слушайте, вот есть вариант попробовать их как бы это... Задушить и получить просто опыт за это. Ну и безопаснее сделать ситуацию. Думаю, стрижение этих двух дивизий нам очень пригодится после того, как мы капнем их. Так, здесь мы справились. Лучше заходим в Аджир. Здесь мы тоже заходим. Слушайте, ну пока кажется, что все у нас отлично. Ну давайте даже вот так сделаем всякий случай. Здесь нас отсюда не атакуют. Мы, конечно, можем сами оказаться в тузовой ситуации, еще не при... Блядь, да. Но... Тузовая ситуация исправима. Более чем. Джастин Умный. Нет, давай ты будешь вот так. Сейчас мы пробьемся, они в принципе вообще капнут. И мы, кстати говоря, потихоньку подходим к самолёту, который будем производить. Можно восстановить страну. А, что нет? Он, кстати, говорит, чел, мы прошли быстрее челла, и он... Байкнулся в нас, как приятно. И этого не хватает, все еще. Как-нибудь странно. Блин, а они собираются вообще капать? Как бы стоило бы, наверное. Мы блокируем их здесь по максимуму, чтобы они не сделали ничего плохого нам. Но... А вы собираетесь реально капать свободное государство Кения и Уганда? Ну осталось буквально тут несколько провинций у вас. Нет, им плевать, им реально надо каждую провинцию уходить. Ладно. Одно главное, у нас есть суверен вне государства. Мы сейчас национализируем кучу территорий. Это нам должно быть в теории монпавры фабрики, потому что мы уже что-то контролируем. Ну и, в принципе, будем получать сразу корки. То есть, вообще, у нас еще освободится, опять-таки, снаряжение мы поборвут отсюда, что у нас не хватает гарнизонов. У нас очень много еще не хватает. Должно сейчас стать получше. Свободный Косарас Кения и Уганда капитулировало. Сюда. Отлично. Нам нужно, да, чем-то с ЮАРом заняться как-то. Знаете, что мы туда сделаем? Отправим, я думаю, две матризованные дивизии. У нас вроде вот здесь вот можно очень удобно фронт будет удерживать, да? Просто на речке. Мы туда, конечно, успеем. Надеюсь, успеем. И потом оттуда будем пробовать контратаку провести. А здесь мы сейчас потихоньку добиваем эти дивизии. Это дивизии Израиля. Ладно, Израиль мы капитулировать в ближайшее время точно не сможем. Поэтому, я думаю, их можно без задрения совести добивать. Я, конечно, так и знал, что война с Угандой это приказ Израиля. Кто бы сомневался. Итак, там мы добили. На севере сейчас добиваем все. Отлично. Можем объединить, наверное, этот фронт. И всему вот этому чуду, кроме вот этих буквально двух дивизий, мы делаем приказ уже вот сюда идти и разбить последнее сопротивление. Только, наверное, вот как-нибудь так, чтобы они не слишком далеко туда шли. Хотя мы можем это, в принципе, атаковать здесь. Хотя сильный лейт хочу, наверное, не слишком. Мы инженеры так покачаем, в принципе, что приятно. Вообще, у нас генерал этот качается жестко. Можно в теории было бы взять нового генерала и его качать. Но кто-то человек отличный для наших танков в будущем. Но пока, наверное, его не стоит. И вот это тоже генерал, который выглядит неплохо в целом. Что тут мастер стычек? А, разведка боем, понял. Ну, не самый полезный навык, но допустим. Давайте этот чел еще апнет один левел и мы его переключим. В принципе, он пойдет у нас потом, возможно, просто фельдмаршала или нет. Геринга можно тоже пока оставить. Посмотрим, что ладно. Так, и мы вот здесь вот тоже их добиваем. Тоже. Опять, это тоже приказ израиля? Нет, это уже не приказ израиля. Интересно. О, нам хотят винтовки дать. Я не против. Я всегда за. У нас, кстати говоря, военных заводов стало меньше. Причем значительно. Возможно, у нас вот от этих ребят же были военные заводы. Странно. Из-за этого у нас производство винтовок просто обвалилось. Плохо. Итак, еще одно окружение. Тузопы и маневры. Черт. Произвели над нами. Неожиданно. Для нас. Нужно деблокировать наш туз и самим зайти в туз. Отлично. Мы смогли это сделать. Тут мы, я думаю, все-таки добьем их. Нужно здесь не дать им что-то нам сделать. Ну да. Окей. Должны успевать вроде как все. Одна дивизия точно уже улетела. Сейчас вторая, я думаю, улетит. Ух, почти справились. А здесь надо остановить. Это точно слишком затратно по ресурсам пока что. Надо больше войск туда. Взяли вообще авиацию туда. Ну да, авиация там еще, конечно, очень далеко. И мы получили свирину вне государства. Отлично. У нас осталось здесь только взять тысячи экстритов, которые мы пока что за это, на Новый год оставим. И авиабазу, и доктрину, которые тоже нам в принципе не особо надо. Нам бы что-то здесь может взять, кстати. Довка армии может быть полезен. Давайте цель сопротивления, наверное. Хотя нет, давайте пока штаб политку просто покопим. А потом цель сопротивления поставим. Теория, кстати говоря... О, с Аскари хватит. Вставать против Олег Гернга. О. Да вы шутите. Неприятно. Это было точно неприятно. Ну что ж, наши матризованные войска, я думаю, надо отвезти. И отсюда даже одного тоже заберем. И срочно куда-нибудь вот сюда. Нужно срочно разобраться с этим. Кстати, мы и правда получили побольше, судя по всему, национальных территорий. И из-за этого получили мэн пауэр. И, наверное, заводы... Ну и нет, заводов мы только потеряли из-за этого восстания. Ладно, вернем еще потихоньку. Нужно снова с этими разобраться. Станет опять-таки снова проще. На севере очень неприятно нам без снабжения здесь. Пункт снабжения вот здесь. К нему железная дорога заблокирована. Здесь у нас пункт снабжения заблокирован. Но они отдали свои как будто бы главные точки. И в теории, я думаю, Танганька просто капнет в один момент. Да, она очень быстро капает. Мы успеем просто позахватывать ее, я чувствую. И, в принципе, разберем достаточно быстро с этой проблемой. Плюс-минус. Так вот мы, я думаю, вот эту точку заберем. И она, в принципе, капнет. И мы вернем все эти территории. И станет, да, попроще. В теории, опять-таки, да. Вот сюда чуть-чуть снабжения подачал дышать. Начали мы. Я еще поставил себе на минус потери это истощение. Потому что, ну, мы очевидно истощаемся. И это неприятно. Чуть-чуть надо еще додушить. И они капнут. Мы же, кстати говоря, блин, мы тоже в опасной ситуации находимся. Потому что у нас здесь очень удивимая территория вся. Но, вы как. А вот и все, капнули они. Супер. Это все освободилось. Нет, они озеро контролируют. Невероятно. Нужно, чтобы Израиль капнул, чтобы это все у нас полностью капнуло. Интересно. Здесь у нас щел все еще пятого. Ну, кстати говоря... Сколько у тебя там еще? 89%. Да, апнет. Следующий левел, его переставим куда-нибудь. А, вот эти все дивизии поедут сейчас сюда. Надо добить все-таки это чудо. Прекрасное. До конца. И при этом, наверное, я бы еще вот на это опять-таки выделил дивизию. То есть, что-то появилось неприятное. Надо разобраться. И вот оно. Но мы наконец-таки покончим с этими уганцами, которые нас все это время душили. Давайте-ка. Оп, есть. Ух, мы можем немножко передохнуть. Отправляем мы теперь всю нашу армию на юг. Она... Посмотрите, как же они обучены. Причем это уже, ну, такие солидные двадцатки. А не старты вот эти вот 10, 8, 12, 18. Вполне себе уже солидные дивизии. И они уже с этими солидными дивизиями играют кучу опыта. Кайф. Нам было сюда высадиться. Посмотрите, там есть немножко флота, но это все эсминцы. В теории, если мы сможем построить наш крейсер, то мы уже... Мы, что же, и уже можем высадиться. Так-то. Кто знает. Ну-ка. А, нет, видите, немножко еще не хватает. Если так отменить, а то... Нам нельзя терять эти эсминцы. Нас каждый эсминец стоит очень-очень дорого для нашей экономики, которая очень маленькая. За такую чрезвычку, мне, кстати говоря, это устраивает. Если они будут сами об нас фармиться, вполне себе нормально. Кстати говоря, у нас есть тоже дивизия, которую мы не пробиваем. Видите, вот это вот. Любопытно. Тоже, видимо, там танк добавлен. Бот тоже обузит танки. Вот черт. Вообще, мы очень хорошо здесь отвоевываем. Все-таки у них промка меньше. Хоть у нас и... Все еще тоже она маленькая. А, слушайте, у нас буквально идентичная промка. Даже у них снова больше. Потому что мы куда-то потеряли нашу промку. Блин, неприятно. Ну, что поделать. Я думаю, мы сейчас дождемся их атаки очередной. А потом сами перейдем в контратаку. Вот они тратят всю организацию. И натяну. А можно даже вот так нажать, чтобы больше урона нанести. Потому что в целом у нас щиток. Мы должны нормально себя чувствовать. Даже под форс-атакой. А она нам дает, напомните, наступление и прорыв. Так что бафает нас солидно. Да, мы их просто жестко перемалываем здесь. Хотел бы мне еще авиацию добавить. Ну, были бы у нас хотя бы какие-то военные заводы на это чудо. Слушайте, ну, они держатся, держатся. Закидывают все больше и больше. Да, обратно. Они теряют больше нас, но продолжают закидывать. Типа вот уже 35 тысяч они потеряли. А мы от них только тысячу. Откуда вы берете людей и снаряжение, признавайтесь? Это что, все приказ Израиля? Надо за ним следить. Какие говорят, в США нечто невероятное происходит. Посмотрите на эту сыпь западного командного центра. Как будто это были дивизии, но они потом замерились. И вернули территорию. Я не знаю, в любом случае, тут Канада тоже вступила войну. Американская империя. Просто окружена врагами. Все зачем-то решили задушить именно ее. Здесь все-таки более-менее в мире. НКР тут. НКР. Синдикалистов, кстати говоря, самое главное задушили. Я в целом не против. А Соединенные Штаты Америки тоже вот здесь вот задушиваются. Короче, кто-то вот из этих ребят, я думаю, выиграет. Скорее всего, они выглядят сильнее всего. У них промка сейчас самая сильная. Они все это время, пока... Они, кстати говоря, не тратят свои ресурсы. Да. Они воюют. Типа вот здесь с этими ребятами. Вряд ли у них здесь дивизия есть. Они все накапливают ресурсы. И у них очень хорошая позиция. Ладно, давайте уже возьмем вот эту одну ячейку. Потому что, ну, 2 ТМП, 2 Макс производства нам, в принципе, вообще-то нужны. Блин, они так много у нас ресурсы сливают. Просто посмотрите, 3 и 4, а здесь 54. Вам там нормально, да? Давайте им еще, кстати говоря, разведчик отправим. Он пригодится нам. Ну, вам вообще насколько это нормально? Если мы их захватим, мы получим, кстати, очень неплохо ресурсов. И у нас есть, кажется, Белли много, на самом деле. Да? Следовательно, что следовательно? А почему бы нам их не начать использовать? Давайте только выберем цель получше. Типа вон, но в банке шарить, чтобы не напасть. Факт о ненападении, трава на проход. Но, это все. Пока мы моторизованными войсками воюем на юге. Ну, как они держат там оборону? Почему можно было бы поменять? Да, наверное, давайте вот так и сделаем. Отправим туда четыре дивизии обычной пехоты. Да? Поехали. Потихо, в моторизованном путем вот сюда. Чтобы они быстрее-то приехали. Ну, и уже утром тоже вкачаем, ничего нет. И эти моторки мы, пожалуй, давайте сделаем новый приказ. Вопрос только, к кому мы хотим напасть. Давайте, да, на банке шаре. Типа вон, эти три дивизии сюда. Поехали. И когда едет пехота, то моторки туда тоже направим. А у нас чел выкачал. Десятый вопрос, посмотрите на его статы. Это просто гигачат. Ну и, блин, Геринг, конечно, тоже типа гигачат. Но, блин, 10 атаки на фельдмаршале, это просто круто. Невероятно. Поэтому мы точно берем этого парня. У него сколько еще черт есть? Одна черта. Блин, я бы, наверное, хотел ему какого-нибудь приспособленца вообще. И он его реально может выкачать. Ему до горного стрелка сейчас чуть-чуть осталось. Это давайте за это. В банку закинем этот перк. На Новый год оставим. Что приспособленца ему сделать. А сюда мы поставим как раз-таки какого-нибудь новичка покачаться. Ну, вот этого парня можно, в принципе. Дитрих хорош, но я ставлю его на танке. Пожалуй. Хотя, хотя, в принципе, а что нет? А что нет? А что нет? Ну да, а что нет? Пускай будет. Который покачается, в принципе. Так. Не понял. Ладно, понял, что произошло. Так, главное, чтобы нас сейчас не затроллили. Ну ладно, вроде они спокойно успеют зайти. А потом еще и укрепятся. Наверное. Здесь вообще очень мало у них осталось всего. Да, все отлично. И наши войска первыми вступают в бой. Ух, приятно, так как. А сюда моторки уже едут на север. Отлично. Кстати говоря, ресурсов очень много. Ну, у нас никто их не покупает. Блин, очень грустно. А, надо свободную торговлю поставить, я думаю. Вот сюда мы палитку следующую потратим. У нас уже так, приятно, выкачивается вот так. Слушайте, половина уже есть. Отлично. Сейчас еще реактивы исследую, построю. Сделаем мы нашу пехотную дивизию очень солидной. Ну и войска здесь. Давайте не будем слишком долго ожидать. Потому что они начинают уже гореть из-за снабжения. И это просто одна провинция такая жирная. Да? Да. Почему вы не атакуете всеми? Господи. Ладно, это неадекватно. Нужно, во-первых, сделать атаку. Во-вторых, да, точно вот так вот мы не атакуем. Потому что они там на них будут атаковать. Я там не хочу атаковать. Вот. Вот так вот вы должны были атаковать. А то это какая-то позорная была атака. Ну, конечно, автобой, точнее, автопланты утратительно всегда атакуют. И две моторки пойдут на западные точки, а эти на северные. Вот таким вот образом, я думаю. Отлично. Вроде как особого сопротивления мы не встречаем. Я думаю, мы без проблем здесь пробьемся. И да, все у нас очень отлично. Войска подступали у них. Какое-то сопротивление они оказывают, но мы их пробиваем. У них слишком мало атаки. У них много защиты все еще. Поэтому долго битвы идут. Но так у них просто нет. А поэтому нам все еще здесь очень выгодно так сражаться и фармить опыт на самом деле. Все, 300 человек погибло в этой кампании. Я бы сказал, достаточно удачно. И вот они, считайте, сейчас их капнут. Да, супер. У них была авиация. Вау. Заражение. Заражение, точнее, Гюринской авиации. ВВС у нас скоро будет. Ну и давайте сделаем что-то вот такое для нашей авиации. Преосходят силу тяги. Хочется два двигателя оставить. Да, вот так. Это будет дорого. Очень 45. Но, опять-таки, нам здесь не так сильно нужна авиация. Но если начинать ее строить, то надо начинать ее строить хорошей. Один военный завод. Я думаю, пока что этого хватит. У нас авиабаза здесь есть. И, вау, да. Мы реально захватили там авиацию. Только, кстати говоря, это авиация как раз-таки как будто дефолтная. Типа, не конструкторная. Ничего. Нас это устроит. Мы под ней сейчас вот здесь вот будем неплохо воевать. Только, пожалуй, сначала я бы ее все это пообучал, чтобы минимум потерь у нас был. Ведь мы все-таки хотим эффективно ей пользоваться. И мы можем вот эту армию нашу отправить на следующую страну. У нас здесь на все есть, кажется, Сибеллия. Наверное. А в Французскую республику, пожалуй, пока не будем нападать. Ну, вот каких-нибудь вот этих ребят. А что нет-то? Вполне себе. Вот таким вот образом можно напасть. В принципе, на позициях нам этого уже хватит, чтобы повоевать. Нажимаем стрелочку, потому что с ним я брал приказ, чтобы там они так не атаковали. Ой, нам хотят снаряжение вот эти ребята. Блин, я не против. Я, конечно, вас с следующими завоюю. За снаряжение спасибо. И у нас появляется реактивная артиллерия. Мы ее тоже сейчас начнем производить. Я думаю, два военно-завода мы на это дело выделим на данный момент. У нас пехотке еще проблемы. Но я думаю, важнее вот это все производить, потому что пехотку мы в основном будем захватывать. И мы уже захватываем. А вот это обычно они не производят. И я думаю, можно вместе с этим начать немножко наши дивизии обучать. Потому что мы, видите, какие-то единицы снаряжения получаем. И выставляем на свободную торговлю. Чтобы максимум исследований был, максимум строительства. Все равно у нас ресурсов хватает. Мы ничего не импортируем, кроме алюминия. Алюминия у нас и так нету. Так что, я думаю, пойдет для нас. И занимаемся покрасом этих территорий, чтобы они побыстрее капнули. Ну, еще у них по капитуляции. Вообще, да, они должны достаточно быстро капнуть, я думаю. И мы успешно добились здесь до точки. Здесь захватываем тоже точки. Вроде как они должны будут капнуть, я думаю. Плюс-минус. По чуть-чуть, господин, они вернули какой-то город. Да, вот этот важный город. Давайте выйдем отсюда, чтобы случайно нас не окружили нигде. Ну, что мы здесь на низкой организации везде бегаем. Вот надо вот сюда пробиться снова. И я думаю, плюс-минус уже вот-вот и капнем. Ну вот, Жанна, давайте. Пора-пора. Пора-пора. Ребят, но пора. Ну, серьезно, пора-пора. Спасибо. А теперь забираем здесь, что есть ресурсы дешевые. А, ну, мы все забираем, да? Кайф. Так как всегда. И мы снаряжение какое-то тоже еще от них получили. Всегда это все приятно. Теперь что, мы займемся дальше другими вот этими странами, я думаю. Отлично. Герингия процветает. Мы постепенно объединяем Африку. Мы уже очень хорошо стабилизировали наши границы. На севере у нас угроз нету. На юге есть все еще угроза. И есть все еще морская угроза. Приказ Ираиля над нами всегда висит. Но в целом ситуация уже очень хорошая, стабильная. Промка потихоньку у нас растет. Мы уже начали танки немножко производить. Таких уже нормальных количествах. Тихоньку сейчас будем заполнять авиацию. В общем-то, наша армия начнет расти. Я считаю, Геринг ведет нашу Герингию, конечно же, к процветанию. Вот. А с вами был Тупгай. Не забывайте принимать таблетки. Подписываться на канал. Оставляйте лайки, комментарии. И до скорых встреч. Пока.